Кристи Кострова Горничная для некроманта Глава первая Дородная блондинка вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. Кажется, на работу ее не взяли. Или сама не пошла, уж больно лицо возмущенное. Я нервно облизнула губы, комкая подол платья. У меня есть шанс. Всевидящий, помоги. Поднявшись, постучала в дверь и услышала короткое «Войдите». Поверенный некроманта, представившийся мистером Джекинсом, оказался сухощавым, рожеволосым мужчиной лет тридцати восьми. Он смерил меня оценивающим взглядом и велел присаживаться на кушетку в углу. «Мисс Уилсон. Оливия Уилсон». Пересохшими губами ответила я. «Мисс Уилсон, мастеру Ренфорду требуется горничная. Излучение магии смерти оказывают воздействие на окружающих, поэтому прежде чем мы начнем обсуждать с вами контракт, вас осмотрит маг-лекарь. Если у вас слабое здоровье, то с работой вы не справитесь». Подложечкой засосала от страха, но возразить я не осмелилась. «Совсем недавно я переболела, простудившись под дождем, и кашель еще не прошел. Да, выгляжу я бледной и худой, но я сильнее, чем кажусь». «Говорят, некромант платит щедро, очень щедро. А мне срочно нужны деньги для Оливера и Аманды. На прошлой неделе им исполнилось по восемь лет, а это крайний срок для поступления во Флорианскую Академию Магии. Если они не начнут обучение, то их дар запечатают. У меня не было ни капли магических способностей. Но я знала, что это весьма болезненная процедура, накладывающая отпечаток на сознание человека. Да и что их ждет в ином случае? Работа в таверне и на посылках?» В кабинет вошел пожилой мужчина в круглых очках и старомодном костюме. Заметив меня, сжавшуюся на кушетке, он добродушно улыбнулся. «Не бойся, милая, больно не будет». Он запустил сканирующее заклинание, и меня окутало прохладой. В груди появилось легкое покалывание, постепенно сосредоточившееся в районе солнечного сплетения. Испугаться я не успела. Через несколько минут все закончилось. Мак-лекарь удовлетворенно кивнул и повернулся к мистеру Джекинсу. «Девочка истощена и ослаблена болезнью. Сытная еда и отдых, и она восстановит силы. В остальном она здорова, организм крепкий. Кстати, кашель я подлечил». Поверенный пожевал губами, с сомнением глядя на меня, но кивнул. «Что ж, прочтите договор. Устроят ли вас условия мастера Ренфорда?» Я облегченно выдохнула. Пересела за стол и взяла в руки листы контракта, еще пахнущие типографской краской. Поерзала на стуле и вчиталась в мелкие буковки. Мастер Ренфорд обязуется обеспечить достойные условия труда своей горничной. Для проживания ей предоставляется отдельная спальня с личной ванной. «Это просто здорово!» «Мы все втроем ютились в одной. После пожара восстановить дом так и не удалось, поэтому мы жили в крохотной комнатке рядом с кухней». Вздохнув, я накрутила на палец каштановый локон и вернулась к договору. В кабинете противно тикали часы, действуя на нервы. В обязанности горничной входит присмотр за домом. Уборка помещений, стирка, готовка, шитье. Похоже, других слуг в доме Ренфорда нет. Наверное, все из-за пагубного воздействия магии смерти. Мне придется также замещать и прачку, и кухарку. Объемы работы меня не пугали, но ничего странного в договоре не нашлось. Джина, разносчица из таверны, в которой я мыла посуду, мне все уши прожужжало об ужасном некроманте, нанимающем девушек. Неужели сплетни оказались просто сплетнями, и ему требуется лишь горничная? Ее жалование мне не поможет. В обязанности помощницы также входят услуги по нейтрализации воздействия магии смерти. Я закусила губу. Вот оно. Но что подразумевается под этой фразой? В таверне сплетничали, что некромант пускает девушкам кровь, восполняя таким образом силы. Я искоса взглянула на поверенного. Может, спросить у него? Поразмыслив, отказалась от этой мысли. Работа мне нужна, и не стоит показывать свое беспокойство. О чем бы там ни говорилось, я справлюсь. Просмотрев остальные листы, наткнулась на заинтересовавший меня пункт. Помощнице запрещено покидать дом мастера Ренфорда без разрешения до окончания срока контракта. Мысленно я застонала. Так вот, почему в городе ничего не слышали о девушках-некроманта. Но с чего такое требование? Перевернув последнюю страницу, я, наконец, обнаружила информацию о сумме жалования. Контракт заключается сроком на шесть месяцев. Жалование горничной за этот срок составит 120 золотых и выплачивается единовременно в первый день службы. Я потрясенно выдохнула и несколько раз моргнула, опасаясь, что слова мне померещились. Два семестра обучения в Академии для Оливера и Аманды стоили 100 золотых. Если мне заплатят 120, то останутся деньги на новую одежду взамен того рвания, в котором они ходят. Может быть, мы сможем даже отремонтировать дом? Заметив мою восторженную улыбку, мистер Джекинс поинтересовался. Мисс Уилсон, вы ознакомились с условиями договора? Да, меня все устраивает. Конечно, пункт про услуги по нейтрализации пугал, но мне нужно продержаться всего полгода. Я приглашу сюда констебля. Он подтвердит, что на вас не оказано магического или физического воздействия. Через пару минут в кабинет вошел мужчина в форме. А я, задержав дыхание, размашисто расписалась в договоре. Если бы отец дожил до этого момента, он бы собственноручно высек меня. Это же надо! Пойти в служанки к некроманту! Чернила вспыхнули, а потом засветились ровным синим светом. Мистер Джекинс поднялся. Мисс Уилсон, сейчас мы проедем в особняк, и я познакомлю вас с мастером Ренфордом. Если ваша кандидатура его устроит, то он тоже подпишет договор. Прямо сейчас в горле появился комок, и я всерьез осознала, что мой хозяин — некромант. Интересно, какой он? В нашу таверну регулярно захаживали воздушники и водники, но некроманты... Поверенный недовольно кашлянул, и я тут же соскочила со стула. Не хватало лишиться работы, еще не получив ее. Возле здания нас уже ждал извозчик. Откуда-то до меня донесся запах свежей выпечки, и живот заурчал. Пообедать мне не удалось. Отработав в таверне, я сразу помчалась с суда, едва услышав об объявлении. Вечером меня ждала вторая работа, но прежде нужно было приготовить ужин для брата и сестры. Забравшись в карету, я присела на краешек лавки. Джекинс устроился напротив. Его изучающий взгляд заставлял меня нервничать. Боится, что сбегу? Да я еще и задаток не получила. К тому же магический контракт не так-то просто игнорировать. Пусть Рэнфорд еще не поставил свою подпись, я уже была привязана к нему. Я посмотрела в окно. Мы миновали центр Лирана и въехали в богатый район. Красивые дома, ухоженные сады без единого желтого листика, словно сейчас не сентябрь. Неужели некромант живет здесь? Мои ожидания не оправдались. Поместья остались позади, а карета и не думала замедляться. Еще чуть-чуть, и мы окажемся за пределами города. А там и до Элирского поля рукой подать. Не хотелось бы жить рядом с местом, где во время последней магической войны было убито несколько тысяч людей. От нечего делать, принялась рассматривать поверенного. На его лице больше всего выделялись светло-серые колючие глаза и крючковатый нос. Губы были поджаты, словно мужчина чем-то недоволен. Проехав очередную рощу, мы остановились у мрачного особняка с огромными мраморными колоннами. Несмотря на его величественность, было видно, что он нуждается в ремонте. Некогда белый камень потемнел и местами осыпался. Окна давно следовало заменить. Я сглотнула. Неуютно. Стоило выйти из кареты, как у меня тут же перехватило дыхание. Воздух был тяжелым и обволакивающим. Вы уже чувствуете эманации магии смерти? Искосо взглянул на меня Джекинс. Я отрывисто кивнула. И вот здесь мне придется провести полгода? Вместе с поверенным мы двинулись по тропинке к дому. Вокруг царило запустение. Лужайка заросла бурьяном, кусты давно следовало подстричь, а от некогда разбитых клумб не осталось и следа. Этот некромант нисколько не похож на рачительного хозяина. Где-то за домом раздалось ржание лошади. Наверное, там находилась конюшня. Других пристроек видно не было. Когда мы вошли в особняк, дверь даже не была заперта. Я с облегчением отметила, что в холле худо-бедно порядок поддерживали. Да, паркет не был натерт до блеска, а на перилах причудливой лестницы лежала пыль. Дышалось здесь еще тяжелее, и мне почудился навязчивый запах свечей и мяты. Впрочем, кто знает, что используют для своих ритуалов некроманты. Наши шаги отдавались гулким эхом, и невольно я задрожала. Маги славились своим буйным характером. Каким будет мой хозяин? Джина говорила, что он почти не показывается в городе. Мы поднялись на второй этаж и уткнулись в массивную дубовую дверь. Поверенный коротко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел, потянув меня за собой. Мы попали в обычный кабинет. Письменный стол, заваленный бумагами, шкаф с книгами и несколько стульев. Лицом к окну стоял мужчина, одетый в черную рубашку и черные же брюки, заправленные в сапоги. И я замерла, рассматривая его спину. Он был высок и широкоплечь, словно был не магом, а воином. Темные волосы до плеч были стянуты в хвост. Некромант обернулся, и я поежилась от его пристального взгляда. Черные глаза, нос с крохотной горбинкой, тяжелый подбородок и изогнутые в неприятной усмешке губы. На вид ему было около тридцати пяти. Последнее меня удивило. Я еще не встречала таких молодых мастеров. Гости в нашей таверне говорили, что получить этот ранг не так-то просто. Сообразив, что я беспардонно пялюсь на некроманта, поспешно опустила глаза в пол. Мужчина обратился к Джекинсу. «Уилл, когда я просил тебя найти мне горничную, в каком месте я сказал «едва живую девчонку»? «Она же от того и гляди в обморок свалится». Голос у него оказался хриплым и низким. Услышав его слова, я вскинулась и выпрямила спину. От удушливого воздуха накатило головокружение, но я должна показать себя сильной. Ренфорд еще не подписал договор, и я могу лишиться работы. «Даррен, эта девушка – лучшая из всех, кто пришел. Твой порог, знаешь ли, не обивают желающие». Голос Джекинса буквально сочился ехидством, и я вжала голову в плечи, ожидая гнева некроманта. Но тот всего лишь хмыкнул и велел мне подойти. На слабеющих ногах я приблизилась к нему и замерла. Он внимательно рассматривал меня, не спеша говорить. Знаю, что он там увидел. Дешевое мятое платье и стоптанные туфли. Его присутствие подавляло. От откровенного раздевающего взгляда меня передернуло. Вдруг он приподнял мой подбородок и медленно погладил меня по щеке. Я вздрогнула, но не отодвинулась. Да мне и возможности такое не дали. «Слишком худая и слабая, зато молодая», — наконец сказал он. «Может, хоть пару месяцев продержится». Я с облегчением отошла назад, а по спине поползли мурашки страха. «Кажется, работа будет тяжелее, чем я полагала. Да и зачем было меня трогать? Неужели придется терпеть домогательство хозяина?» Джекинс поднес некроманту договор, и тот размашисто расписался. Стройки вспыхнули золотом, и листы растворились в воздухе. Контракт заключен и отправлен в ячейку в городском хранилище. «Дай мне руку», — приказал некромант. Нехотя протянула ему ладонь, и он прижал указательный палец к моему запястью. Кожу обожгла резкая боль, и я со свистом выпустила воздух сквозь зубы, едва удержавшись от крика. «Теперь на тебе моя метка», — кивнул мой хозяин. «Я почувствую, если тебе станет плохо, а моя магия будет к тебе дружелюбнее». Он отнял руку, и я обнаружила витиеватую руну, напоминающую свернувшуюся в клубок змею. Она едва заметно светилась фиолетовым, но больше не болела. Сознание прояснилось, и я ощутила, что воздух в доме изменился. Теперь мне не приходилось с трудом проталкивать его в легкие. Ренфорд вытащил из ящика стола чек, наскоро расписался и протянул мне. Я приняла его, все еще не веря, что такое богатство заключается в обычном клочке бумаги. Ну и в моей метке. «Твоя комната последняя по коридору. Заселяйся, вечером расскажу подробнее о твоих обязанностях». Некроманд отвернулся, возвращаясь к бумагам. «Что? Подождите!» Вырвалось у меня. «Я еще не закончила свои дела в городе, и мне нужно взять вещи». Он поморщился. «Не забывай о метке. К вечеру ты должна быть в особняке, иначе она причинит тебе боль». Под тяжелым взглядом некроманта я вжала голову в плечи. «Я вернусь». Мужчина не ответил, и Джекинс поманил меня за собой. По счастью, он не отпустил извозчика и сам ехал в город. В карете я обхватила себя за плечи, дрожа не то от холода, не то от пережитого страха. Этот Ренфорд не похож на доброго хозяина. А еще эти непонятные обязанности. Вряд ли он собирался показывать мне, как смахивать пыль. Словно воочию я увидела перед собой подозрительные строки про услуги по нейтрализации. Что за ними кроется? Джекинс вздохнул и достал плед из-под лавки. Набросив его на мои плечи, он сказал. «Даррен неплохой хозяин. Нужно только следовать его требованиям». Судя по взгляду поверенного, он уже сомневался в своем выборе. Усилием воли я заставила себя успокоиться. Мне надо продержаться полгода. А потом я вернусь домой и забуду все, как страшный сон. Глава вторая Джекинс высадил меня около здания банка. Я толкнула тяжелые двустворчатые двери, мельком подумав о том, что мне не приходилось бывать здесь раньше. Люди, идущие навстречу, сплошь в дорогих костюмах, брезгливо морщились, рассматривая меня. Подобное внимание меня не смущало. И спустя пятнадцать минут я вышла из банка, унося увесистый мешочек с золотыми монетами. Мне казалось, что каждый прохожий знает, что внутри моей простенькой сумки целое состояние. Не став рисковать, я поймала извозчика и попросила подождать. Дом привычно встретил меня заколоченными окнами на втором этаже. После пожара нам так и не удалось восстановить его. Слишком много денег ушло бы на замену перекрытий. Я лишь оплатила заклинание консервации. Возможно, теперь получится отремонтировать его. Если после окончания контракта с некромантом мое здоровье будет подорвано, то я не смогу работать. А отремонтированные комнаты можно сдавать постояльцам. «Лиев, наконец-то ты дома!» Сестра ураганом вылетела в коридор и восторженно заговорила. «Мы с Олом сварили кашу. Ждем тебя, ждем!» Я лишь покачала головой, улыбаясь. Аманда владела воздухом, и стихия накладывала отпечаток на ее характер. Девочка ни минуты не могла провести без движения. Следом показался брат. Вот уж само спокойствие. Его стихией была земля, и он полностью соответствовал ей. Я сгребла их в объятия и чмокнула каждого в светловолосую макушку. В горле появился комок. Я уже скучала по ним. Впервые после смерти отца мы должны были расстаться. Моя мать умерла от лихорадки, когда мне не было и пяти. Спустя несколько лет отец женился, и новая мачеха мне понравилась. Элизабет родила Аманду и Оливера, но не забывала про меня. Вскоре семейное дело, булочное, пошло в гору. И в четырнадцать меня отправили в пансион получать образование. Музицирование, живопись, пение. Занятия достойные леди. Спустя два года лавка отца загорелась, и он чудом не погиб. Поджигателей найти не удалось, но папа был уверен, что в этом виноват его конкурент, племянник мэра. Полиция отказалась расследовать дело, а следом вспыхнул дом. Отец задохнулся от дыма, а маленьких брата и сестру вытащила я. Элизабет выбраться не успела, придавила балкой. В шестнадцать я осталась одна с двумя пятилетними детьми на руках. Сбережений не было, все средства отец вложил в дело. Планировала открыть вторую булочную. Я оказалась совершенно неприспособлена к жизни. Аттестата не получила и даже в гувернантки пойти не могла. Сложно заработать пением и чистописанием. Пришлось научиться и полы драить, и подносы разносить, и на посылках бегать. С тех пор, как выяснилось, что у брата с сестрой открылся магический дар, я только и думала, где бы достать денег на обучение. И вот подвернулся шанс. Слава Всевидящему! «Спасибо за кашу, но ужин отменяется!» Вынырнув из собственных мыслей, объявила я. «Почему это?» Удивилась Эми. «Сейчас мы отправимся к магу-проявляющему!» Опять нахмурился брат. «Я нашла деньги на ваше обучение. На один год хватит, а дальше вам придется постараться. Нужно добиться стипендии». Меня оглушил пронзительный виск сестры, бросившейся ко мне в объятия. Вокруг свирепствовал ветер. Играл с занавесками, сбросил несколько листов со счетами со стола в коридоре. На эмоциях Эми не контролировала дар. Брат отреагировал сдержаннее и устроил мне форменный допрос. Всей правды я не сказала. Оливеру хватило бы упрямства отказаться от обучения, пытаясь защитить меня. Некромантов в народе не любили. Не внушали доверия те, кто постоянно работал с ушедшими за грань. Я рассказала, что устроилась горничной в хорошее место и заключила договор с хозяином. Он выплатит жалование авансом, а я отработаю. Постепенно мальчик расслабился, и я поторопила его. Портал в столицу отправляли лишь два раза в сутки, и нельзя было опоздать. Вечером я должна вернуться в особняк. Маг-проявляющий весьма удивился нашему появлению. Мы приходили к нему два месяца назад, и он сообщил, что потенциал Аманды и Оливера растет. Такая особенность его дара. Всматриваясь в ауру, он видел, какая магия зреет внутри человека. Мастер Джонсон был одним из лучших в Леране, и его рекомендации пойдут в зачет вступительных испытаний. «Мисс Уилсон!» – добродушно улыбнулся мужчина, едва мы вошли в кабинет. Обычно мы с удовольствием общались и даже пили чай вместе, но сегодня времени не было. «Я хочу оплатить первый год обучения во Флорианской академии магии для Аманды и Оливера». «В рассрочку?» «Нет, полностью». Он удивленно крякнул и тут же вытащил из ящика стола лист бумаги со специальным штампом. Я пробежала по нему глазами, мельком подумав, что в моей жизни стало слишком много договоров. Брат с сестрой приплясывали от нетерпения, все еще не веря, что поедут учиться. Я слышала, как они шепотом мечтали об академии, думая, что я сплю. А сейчас мечта исполнялась прямо на глазах. Если со мной что-нибудь случится, я буду спокойна за них. Там у них будет крыша над головой, еда и наставники. Если они не упустят свой шанс, то спустя десять лет будут востребованными специалистами и забудут, что такое думать о куске хлеба. Как опекун брата и сестры, я расплатилась и подписала договор. И он растворился в воздухе. Мастер Джонсон выдал нам рекомендации и поотечески обнял всех троих на прощание. За то время, что он наблюдал за Амандой и Оливером, мы успели подружиться. В глазах мужчины я видела невысказанный вопрос. Еще два месяца назад у нас не было и лишней монетки. А сейчас огромная сумма по меркам нашей семьи. Но я не спешила рассказывать о контракте и прятала метку на запястье. Следующими целями стали одежные и обувные лавки. Не могла же я отправить ребят в обносках. Встречать все равно будут по одежке. Находились лавки в соседнем квартале, и я вновь поймала извозчика. В карете брат с сестрой прижались ко мне. «Как же мы без тебя, Лив?» Со слезами на глазах спросила Эми. «Мы обязательно будем переписываться». Мой голос осекся. «Как же я буду посылать письма, если маг почта находится в городе, а мне не велено покидать особняк?» «К тому же вы сможете приезжать домой на каникулы. Главное, хорошо учитесь и не ссорьтесь между собой». «Мы справимся». Оливер кивнул и присоединился к объятиям. «Такой маленький, а уже мужчина. Он всегда чувствовал, когда нам с Эми нужна была поддержка». Лавка с готовой одеждой уже закрывалась, но я упросила хозяйку продать нам несколько комплектов белья. Я не поскупилась. Зимы в столице, где располагалась академия, были холодными. Зайдя за пищевыми принадлежностями и двумя дорожными чемоданами, мы направились к зданию городского телепорта. Часы на башне со шпилем показывали начало седьмого, и мы вполне успевали. Дети жевали булочки. Путешествия телепортом на голодный желудок не рекомендовались, а я же не смогла проглотить ни кусочка. Заплатив за билеты, я расцеловала брата и сестру, смаргивая слезы. Мистер Джонсон обещал мне, что в столице их встретят и доставят в академию, но я все-таки волновалась. В последний раз, обняв детей, я проводила их к телепорту. Угрюмый маг велел им заходить в кабину и поставить вещи в специальное углубление. Эмми махнула мне рукой. Оливер, верный своему характеру, внимательно следил за чемоданами. Двери кабины закрылись. Маг-телепортист сложил пальцы в хитром пассе и приложил артефакт-накопитель к светящейся руне. Вспышка ударила меня по глазам, и в следующее мгновение я обнаружила, что близнецы исчезли. Через несколько секунд брат с сестрой воплотятся в столице. Надеюсь, все будет в порядке. Опустошенная, я вышла из здания и обхватила себя руками за плечи. Внутри поселилось беспокойство. Чувствую, теперь оно надолго со мной. Да, Оливер серьезен не по годам и присмотрит за Эмми. Но они еще такие маленькие. Не глядя под ноги, спустилась по лестнице и вдруг уткнулась в грудь какого-то мужчины. — Извините, мистер, — пискнула я и, подняв глаза, замерла. Передо мной стоял мастер Ренфорд, мой хозяин. Некромант был недоволен. Я поежилась от его взгляда и закусила губу. Что я успела натворить? Я еще даже не начала работу. Сузя в глаза, мужчина хрипло произнес. — Я нанял тебя только сегодня. Что ты делаешь возле телепортов? — Я вовсе не думала бежать. Возмутилась я. — Вы что, следили за мной? Едва слова вырвались наружу, как я ойкнула. Мужчина нахмурился и, схватив меня за локоть, втянул в карету, стоящую рядом. Поморщившись от боли, я буквально рухнула на скамье. Некромант сел напротив. Я опустила взгляд, кляня себя за беспечность. Забыла, с кем разговариваешь. Отправила брата с сестрой в академию и расслабилась. Мне еще отрабатывать эти деньги, и потому с хозяином лучше не ссориться. — Извините, — тихо сказала я, не глядя на мужчину. — Метка на твоем запястье позволяет мне определить твое местонахождение безо всякой слежки. Имей это в виду. Я покорно кивнула, подумав, что я ничего такого не почувствовала. Видимо, эта связь работает только в одном направлении. А жаль. Было бы здорово знать, в какой части дома находится хозяин. Некромант велел извозчику ехать в особняк, и я вскинулась. А как же мои вещи? Я хотела зайти домой, еще раз проверить замки и взять несколько платьев и личные вещи. — Вы позволите мне выйти? Набравшись смелости, тихо спросила я. Ренфорд перевел на меня взгляд. — Вечером ты мне будешь нужна. Я не собираюсь ждать, пока ты доберешься из города. Я нервно сглотнула, но не осмелилась возразить. Отвернулась к окну, размышляя. Эми с Оливером уже должны были доехать до Академии. Не напуганы ли они? Все ли в порядке? Как же мне теперь добраться до Макпочты, если я уже успела проштрафиться? Некромант, потеряв ко мне интерес, принялся листать книги, слегка морщась. Я искос рассматривала его. Глаза у него были черными, что неудивительно. Цвет радужки отражал главную магическую стихию. Например, у сестры глаза были светло-голубыми, а у брата карими. Лицо волевое, губы плотно сжаты. Судя по характерной морщинке на переносице, гневается он довольно часто. Надеюсь, он не склонен бросаться вазами, как мистер Трэвис в соседней улице. Я проработала у него всего два дня, а потом была вынуждена уйти. Здесь же у меня нет такой возможности. Заглядевшись, я не сразу поняла, что теперь рассматривают меня. Отвернуться не успела. Некромант вдруг пересел на мою скамью и притиснул меня к окну. — Что ж, Оливия, раз тебя так интересует моя персона, то введу тебя в курс дела прямо сейчас. Я нервно сглотнула и попробовала отодвинуться. — Называй меня мастер Даррен, без фамилии. Я терпеть не могу глупых вопросов и слез. Надеюсь, ты не из тех девиц, что плачут по поводу и без. Он вскинул бровь. Я быстро покачала головой. Закатывать концерты я не собираюсь, а поплакать в подушку можно и ночью. Теперь об обязанностях. Его прервало громкое урчание моего живота. Мужчина осекся на полусловие, а я покраснела от стыда. Нужно было что-нибудь съесть. — Ладно, более обстоятельная беседа откладывается. — махнул рукой некромант. — Тебе нужно поесть, иначе толку с тебя вечером не будет. Я закусила губу. Да что это за таинственное дело, для которого надо было нанимать горничную? Неопределенность мучила меня куда сильнее голода. Через четверть часа мы остановились около булочной. Ренфорд вышел наружу и вскоре вернулся с пакетом умопомрачительно пахнущей выпечки. Я сглотнула набежавшую слюну. — Ешь! — некромант протянул мне булочку. — Сегодня я ужинал в городе, но с завтрашнего дня приготовление пищи — одна из твоих обязанностей. Договорив, он снова принялся листать книги. Спорить не стала. Взяла предложенное и отвернулась к окну. Впилась с зубами в свежую сдобу и едва не заурчала от удовольствия. — Да чего же вкусно! Надеюсь, Ренфорд не рассчитывает, что я умею готовить блюда ресторанного уровня. Я так ухватилась за эту работу, что даже не подумала, что не справлюсь. А если он выгонит меня? Мне придется заплатить неустойку? Вскоре мы приехали в особняк. Мрачный фасад дома не вызывал радостных эмоций. Но я послушно выбралась из кареты и с тоской посмотрела, как извозчик тронул поводья. Смирная пегая лошадка повезла его в город. Случись что, я из этой глуши не выберусь. А ведь где-то рядом элирское поле с тысячами неупокоенных душ. Я передернула плечами. И как можно жить в таком месте? Хотя для некроманта это вполне естественно. Хорошо, хоть я больше не чувствовала на себе давление магии смерти. Метка на запястье ограждала меня от нее. В своей спальне в шкафу найдешь форму горничной. Переодевайся и спускайся в гостиную. Я объясню, что ты будешь делать. Комната, в которой мне предстояло прожить следующие полгода, оказалась довольно большой и хорошо обставленной. Под потолком зависло несколько магических шаров. На тумбочке пара свечей в подсвечниках. У окна стоял столик с зеркалом. В углу шкаф. А в центре огромная кровать с балдахином. Обнаружилась даже дверь в отдельную уборную. Несмотря на запущенность особняка, она была оснащена по последнему слову магии. Имелись и горячая вода, и душ. Да и камин в комнате оказался магическим. Он не требовал чистки и грел куда лучше обычного. Вряд ли эта спальня предназначена для прислуги. В былые времена здесь наверняка жили гости. Странно, что меня поселили сюда. Почему не на первый этаж рядом с кухней? Почти все предметы в комнате покрывал ровный слой пыли. Словно она пустовала уже несколько месяцев. Открыв шкаф, я увидела, что на него наложено заклинание консервации. Наряды, висящие на плечиках, выглядели отлично. Всего платьев оказалось три. Все зеленоватых оттенков, из добротной ткани. Я выбрала самое скромное из них и приложила к себе. Надеюсь, оно окажется в пору. Переодевшись, взглянула в зеркало. Правда, сперва пришлось протереть его от пыли. Горничная, носившая его раньше, определенно была ниже меня ростом. Подол едва прикрывал колени. В талии и груди оно было мне свободно. Из-за этого треугольный вырез оголял куда больше положенного. И в таком виде мне нужно выйти к Ренфорду? Девушка в отражении выглядела нелепо и неприлично. Каштановые волосы растрепались. Кори и глаза смотрели испуганно. На прислугу из приличного дома я, похоже, не была. И все-таки лучше подоропиться. Поправив платье, глубоко выдохнула и отправилась в гостиную. Меня едва не потряхивало от страха. Но я сделала себе мысленное внушение. Я должна вести себя идеально. Один раз я уже ошиблась, обвинив некроманта в слежке. Согласно заключенному контракту, на полгода я практически его собственность. Мне даже выходить без разрешения нельзя. И если я хочу получить хоть немного свободы, я должна стать идеальной горничной. В гостиной уже горел камин. Дрова уютно потрескивали, а огонь рассыпал искры. Некромант сидел на диване, пил вино из бокала и увлеченно читал книгу. Он распустил волосы и расстегнул несколько пуговиц на рубашке. Мастер Даррен. Я замерла на пороге, не решаясь войти. Уж слишком домашний был у него вид. Да, Оливия, проходи. Мужчина отложил книгу и похлопал по дивану. Присаживайся. Мельком оправив платье, я села рядом. Платье тебе велико. Я привезу из города новое. Я кивнула, обратившись вслух. Однако некромант не спешил говорить. Он рассматривал меня, уделив особое внимание глубокому вырезу и оголенным коленкам. Я заерзала, не зная, чего ожидать от него. Наконец мужчина произнес. Как ты заметила, дом довольно большой. И для одного человека работы много. Твоя задача поддерживать порядок в гостиной, в моей и своей комнате, в малой столовой и еще одной гостевой спальне. Изредка здесь ночует Джекинс. Свой кабинет и лабораторию я убираю сам. Более того, я запрещаю тебе даже приближаться к ним в мое отсутствие. Это понятно? Я быстро закивала. Вот уж совершенно не хочу знать, чем он занимается. Я умею держать любопытство в узде. В конюшне содержится всего пара лошадей. И ими я занимаюсь сам. Со стиркой тебе помогут. Джекинс привозит девушку из города. Надеюсь, с иголкой хорошо обращаешься. Рубашки регулярно рвутся. Я снова кивнула, и некромант поморщился. Ты же разговаривать умеешь? Да, мастер Даррен. Поспешно отозвалась я. Так-то лучше. Ухмыльнулся он. Дважды в неделю в особняк доставляют продукты. Следующие как раз завтра утром. Проверишь запасы в кладовой. Если чего-то не будет хватать, то закажешь никуа. В еде я непривередлив. С утра предпочитаю каши, люблю мясо. Завтрак и обед подаешь в столовую или в гостиную. Ужинаю я в кабинете или не ем вовсе, если отправляюсь на работу. К слову о последней. Ренфорд помолчал, а потом вдруг придвинулся ко мне. Ты наверняка знаешь, что в паре миль отсюда расположено элирское поле. Да, мастер Даррен. Еще бы не знать. Лиран когда-то возник здесь, потому что рядом проходили магические битвы. Война осталась в прошлом, а поселение постепенно развивалось. И сейчас стало довольно крупным, хоть и провинциальным городом. На поле захоронены тысячи магов, убитых насильственной смертью. Я регулярно обновляю заклинания и слежу, чтобы никто из них не поднялся умертвием. На это уходит много сил, и я становлюсь нестабилен. А как же артефакты накопители? Осмелилась спросить я. Маги умели направлять энергию в специальные артефакты, а потом использовали их для того, чтобы восстановить силы. Джина как-то раз провела ночь с воздушником, заглянувшим в таверну. И тот рассказал ей много интересного. Моя энергия не позволяет делать этого. Она отрава для окружающего мира, в том числе и для меня самого. Я закусила губу. К чему он сообщил это мне? Похоже, сейчас я наконец узнаю, что за услуги по нейтрализации были указаны в контракте. И зачем Ренфорд пододвинулся так близко? Его рука практически опустилась на мое колено. Ты будешь носить артефакт-извлекатель каждый день столько времени, сколько потребуется, чтобы полностью насытить его. Накопленной в нем энергией я буду восстанавливать силы после работы с умертвиями. Я ухнула, наконец, сообразив, чего от меня хотят. И как я не догадалась раньше? Любой человек, даже не владеющий магией, содержит в себе энергию, просто не может ею распорядиться. Но ведь это незаконно. Король разрешил использовать такие артефакты только в особых случаях. Хотя, наверное, случай Ренфорда и есть особенный. Он стережет покой целого города. Это довольно болезненная процедура, вытягивающая немало сил. Сытная еда и долгий сон обязательно, иначе ты не выдержишь и недели. Рука некроманта, наконец, добралась до моей коленки. Я вздрогнула от его прикосновения и отодвинулась. Мне не позволили это сделать. Ренфорд обнял меня и хрипло произнес. Ты красивая девушка, Оливия, и есть более гуманный способ отдавать энергию. Добровольно отданная энергия во время близости сэкономит тебе силы. Кстати, ее будет в разы больше. Рука поползла к моему бедру. А еще ты получишь удовольствие. Я дернулась и затрепыхалась в его объятиях. Его лицо оказалось рядом с моим, и черные глаза выглядели провалами в бездну. Я уперла ладонь в грудь мужчины и срывающимся голосом возразила. Нет. Некромант поскучнел и убрал руку из-под моей юбки. Артефакт-извлекатель наденешь завтра вечером. В первый раз процедура пройдет в моем присутствии. Завтрак жду в девять. Не опаздывай. Я работать. Стремительно поднявшись, он вышел из гостиной. Даже вино не допил. Кажется, своим отказом я разозлила его. Я поежилась. Разозлить некроманта. На секунду мне даже почудилось, словно метко вспыхнуло фиолетовым. О своем решении я не жалела. Нет, я не собиралась хранить девственность до свадьбы. Какой парень польстится на меня с двумя нахлебниками на шее и развалюхой домом? Да и хранить уже было нечего. И все-таки от некроманта лучше держаться подальше. Слишком опасен и непредсказуем. Артефакт так артефакт. Не умру же я от этого. Где-то внизу хлопнула дверь. Наверное, там и расположена его лаборатория. Что ж, пока он занят, я осмотрю кухню, а потом отправлюсь спать. На меня вдруг накатила ужасная усталость. Даже не верилось, что еще утром я разносила газеты, а в обед работала в таверне. Теперь я горничная в доме некроманта, который будет поглощать мою энергию.